В этой установке свет специального фонарика разлагается в спектр с помощью дифракционной решетки. На экране мы видим две радужные полосы, спектры первого и второго порядка. Но это еще не все. Поднесем к экрану лист белой бумаги для принтера, и на нем ярко засветились новые полосы, расположенные на равных расстояниях друг от друга. Полоса первого порядка находится перед фиолетовым цветом. Значит, эта полоса создается невидимым для глаза ультрафиолетовым светом, а содержащаяся в бумаге специальная добавка превращает этот свет в видимый. Видимый свет занимает полосу спектра с длинами волн от 750 до 400 нанометров. Дальше идет ультрафиолет, который обычно делят по его биологическому воздействию на длинноволновой, средневолновой и коротковолновой диапазоны. Основным источником ультрафиолета вокруг нас является солнечное излучение. Длинноволновой ультрафиолет не задерживается атмосферой и вызывает загар человеческой кожи. Средневолновой ультрафиолет вызывает синтез витамина D в нашем организме, но в больших дозах он достаточно опасен. Коротковолновой ультрафиолет самый жесткий, но он практически полностью поглощается озоновым слоем. Чем чище атмосфера и чем выше стоит солнце, тем интенсивнее облучение ультрафиолетом. И особенно сильным ультрафиолетовое излучение становится высокогорье. Наш фонарик излучает в достаточно широком диапазоне не только ультрафиолет, но и видимый свет. Чтобы отсечь видимый свет, поставим на фонарик фильтр из специального стекла, которое пропускает только ультрафиолет. Теперь он излучает длинноволновой ультрафиолет с длиной волны 365 нанометров, невидимый человеческим глазом. Фонарик кажется совсем темным, однако направим его на бумагу и она ярко светится. Добавленный в бумагу отбеливатель поглощает ультрафиолетовое излучение и перезлучает энергию в видимом диапазоне. Это явление называется люминесценцией, о нем мы поговорим в следующем фильме. При работе с ультрафиолетом глаза защищают специальными очками, которые его не пропускают. Обычное стекло слабо поглощает длинноволновой ультрафиолет, а вот современные линзы для очков задерживают его почти полностью. А ультрафиолетовое излучение прибора солнышка лежит в коротко и средневолновой области. Бумага от такого излучения почти не светится, зато мы чувствуем запах озона, который возникает, потому что это излучение воздействует на кислород воздуха. И такой ультрафиолет эффективно уничтожает болезнетворные бактерии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok